Желающих заниматься спортом. Это возможность есть всегда. Это модно. Но мне нравится. Вы обращали на это внимание? Может, с вами сразу поговорим немножко? Без фанатизма. Мы такие же люди, обычные. Уже в спортивнике тоже все классно. Мне волноваться. Салам, Рудны! Это город родной. Салам, родные! Это город Рудны. Просто вначале немного перепутал. И это специальная серия выпусков, где мы покажем и расскажем про людей Ирджи. И что компания сделала за 30 лет независимости нашей страны. Ну что? Копнем, что в Рудном происходе. Спортивный комплекс «Горняк» в городе Рудны был построен в 80-м году специально к Олимпиаде. Но, к сожалению, Олимпиада так досюда и не доехала. Поэтому Ирджи решила придумать «Спартакеаду», где сотрудники будут соревноваться в спортивных каких-то дисциплинах. И выявлять лучшие команды. И кто же все-таки номер-1 тут спортсмен. Пойдемте с ним пообщаемся. Рядом со мной чемпион мира по президентскому многоборью. Да, что там чемпион мира? Чемпион Казахстана. И их тренер по кроссфиту Наталья. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Скажите, как вообще состоят дела со спортом в городе Рудный? Спорт у нас любят наши жители, занимается. Наш зал поддерживает комбинат. Он выдает абонементы своим сотрудникам со скидкой. Поэтому у нас всегда очень много людей, желающих заниматься спортом. Действительно ли сейчас молодежь в Рудном становится такая более спортивная? Ну, сказал бы, да, условия создают. Вообще для тех, кто хочет стремиться к чему-то, возможность есть всегда. Главное находить к этому время, ну и желание. Ну, то есть в Рудном, короче, все есть. Главное желание. Ну да, смотря кому. Для меня вроде все есть. Все, ведь прям все есть. Наверное, да. Да уж, видишь, не уверен. Я хотел тебе просто денег занять, братан. Ипоследственно в нашем зале много молодежи. У меня очень много молодежи занимается. Есть и возрастные, потому что, скажем, свыше 40, старше 40, это уже возрастные. Очень много молодежи. Ну, это модно. Сейчас в кадре два участника, которые находятся со своим же инструментом, рабочим инструментом. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы видели, вы здесь занимались, и всегда улыбались. Да. Только позитивный человек. Можно ли сказать, что спорт – это он или позитив? Ну, да, для меня спорт позитив. Здесь я отвлекаюсь от лишних проблем, там, от домашних, от проблем по работе. Тренер гоняет, расслабляюсь, но мне нравится. Такое удовольствие приносит. Ну, классно. Почему спорт в Рудном хорошо? Потому что зачем на такси тратится такой ценой? Раз, пробежался, 50 км, правильно же? Не 50, 42, как раз марафон выходит. Даже 42 оправдания не будет. Вообще, я заметил, что спортсмены, чем они профессиональнее, тем они спокойнее и всегда в хорошем настроении. Почему бы это зависит? А человек, если полгода позанимался, он уже вот начинает вот так ходить. Вы обращали на это внимание? Ну, конечно, он становится уверенным в себе. У него красивая фигура. Он уже высокого о себе мнения. И он смотрит, начинает с высока смотреть. Ты не можешь 10 раз отжаться. Чем ты здесь занимаешься? Так, качаюсь, пытаюсь массу набрать. Цель набрать массу, как и она? Цель набрать, уверен в себе стать, как бы выглядеть статично. Ну, если бы я как-то выглядел, я бы самый уверенный человек, наверное, был бы. Что такое президентское многоборье? Президентское многоборье пришло нам из ГТО, которое было в Советском Союзе. Это бег на короткую дистанцию, спринт. Это плавание. Это метание спортивного снаряда. Это стрельба с винтовки. И бег на выносливость. Вы только что занимались, мы не хотели. Прыгали, прыгали, прыгали. Я думал, вы вот так до 100 лет прыгаете, если честно. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Гузелья. Да, Гузелья. Вас только что хвалила ваш тренер. Говорит, ой, он играет за такое короткое время, и уже такие большие результаты сказали. Да, чем занимаетесь, поделитесь. Я занимаюсь тоже многоборьем, как и Наталья. Она меня пригласила в этот вид спорта, и я с радостью согласилась. Спартакеана. Здесь и ржевизор постоянно проводят какие-то спартакеаны. Вы участвовали? Я участвовал в волейболе. Как так? Пацаны, я знаю, всегда любят спорт. С девушками, как девочки. Приходят ли и занимаются на секции? Блин, ну, наверное, да, занимаются. Спортмейки, это же все классно. Ну, да, классно. Девчонки, как относят к спорту в Рудно? Вообще, спортом занимается очень много девочек, девушек. Что-то смешное вспомнили? Нет, нет, я почему-то заволновалась. Что-то, нет. Не переживайте. Мне волноваться тут надо. Спортом занимается много девушек. Охотно, все с радостью приходят в зал, занимаются и выглядят очень хорошо. На таких промышленных объектах с тяжелой физической работой обязательно нужно следить за своим здоровьем. Даже таким брутальным и мощным людям, как и в этой профессии. Ладно, это мы, худые и кашля. Поэтому компания ИРЖ для своих сотрудников сделала такой медицинский, замечательный, уф, как величайший медицинский, я же говорю медицинский, ну ничего, он же медицинский, можем и три раза сказать, центр. Мы находимся в зимнем саду медицинского центра Евразии. Рядом со мной непосредственно его руководитель. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, давно, когда открылся этот центр? Медицинский центр Евразии был восстановлен в 90-х годах Соколово-Сарбайский городокомбудительный кабинет. После было вложено немало сил в полное восстановление, потому что было закуплено современное оборудование. Служиваются все работники предприятий группы ИРЖ, которые находятся в регионе именно в этом. Скажите, пожалуйста, в Казахстане мы знаем, что вообще остро стоит вопрос заработных плат у медицинских работников. Здесь как с этим дела обстоят? Заработная плата за этот год уже поднялась, можно сказать, в третий раз. В ближайшем будущем еще раз планируется поднятие заработной платы, чтобы немножко обогнать даже городские медицинские учреждения. Это для того, чтобы удержать кадры и пригласить остро-дефицитных специалистов. Чаще всего с какими жалобами подходят работники ИРЖ, ЗСКПО? Они есть, но их становится все меньше, потому что стараемся все-таки качество медицины и оказываемых услуг поднять на уровень выше. Смотрим все практики, которые есть в мире, стараемся внедрять что-то новое. Как они относятся? Мы же знаем, что мужики, да нет, все хорошо у меня, все нормально, не пойду лечиться. И сталкиваетесь с таким? Периодически сталкиваемся с такими людьми, особенно в нынешнее время, когда идет пандемия, вот ковида, часто именно мужчины отказываются от госпитализации, говоря о том, что я здоров, я занимался спортом, я не буду ложиться, мне это не надо, я выздоровлю. Если твои дедушка и бабушка горняки, родители тоже, то есть маленький шанс, что ты тоже станешь горняком. Мы находимся в горно-техническом колледже, город Рудный. Велкам. Без фанатизма! Здрасте, может с вами сразу поговорим немножко? Без фанатизма. Я честно скажу, вашу лучезарность и позитив невозможно не заметить. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, кем вы здесь работаете? Так, я работаю уже 13 лет преподавателем физического воспитания в этом колледже. Да, как обстоят дела с физической культурой в колледже? Участвуем в городских, проводим внутриколледжные соревнования, естественно ведутся уроки, давно соскучились по этим мероприятиям, соответственно, очень соскучились. Мы желаем вам удачи, всегда вот оставайтесь таким же позитивным. Если бы у меня был бы такой преподаватель, я бы на физическую культуру ходил по 7-10 раз в день. И вам не болеть, да? Спасибо большое. Салам, пацаны, давай, за кого можно зайти? Я думал, он за нас. Если бы в наше время в школе учитель физкультуры разрешать играть в футбол, мы бы постоянно играли в футбол. Сейчас все получат форму и будут играть. Вся группа съемочная. О, супер. А со мной рядом студент горно-технического колледжа. Стас, приветствую. Здравствуйте. Как дела? Нормально. На каком курсе учишься? На первом. Специальность? Электрослесарь. Как проходят обычные будни электрослесаря, студенты? Да, отлично. Я знаю, что у тебя дедушка горняком был, да? Да. Ну, каково это вот жить в семье, где, допустим, горняки, этого изначально получается? Так это рост, ты уже знал, кто такие горняки, правильно? Практически. Как закончишь, куда планируешь вообще на работу строиться? Да, пока не думал, планирую пока закончить. Надо, надо задумываться уже и знать. Ну, в СГПО, я не знаю, перспективы, востребовательность. Заработная плата, наверное, хорошая. Да. Да, Стас, еще расскажи, пожалуйста, весело вообще в горно-техническом колледже учиться? Да, конечно, активные соревнования, каждый день почти. Футбол, баскетбол, волейбол. Ну, преподаватель физической культуры у вас очень веселый. Без фанатизма, не к Алексею Викторовичу. Да. А как его зовут? Ой. Я не помню. Ничего страшного, просто неудобно станет потом, когда его увидишь. Мы на шахте Соколовская. Если мы привыкли их мерить в глубину, то у этого места особенный рекорд. Здесь находится самое высокое здание в Костанайской области. Башенный копер высотой 96,6 метров и глубиной шахты 650. Если сложить все вместе, ну, сами посчитайте, хорошо. Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Рядом со мной находится, можно сказать, шахтер шахты Соколовская. Дмитрий Мамров. Дмитрий, здравствуйте. Да. Где мы находимся? Шахта Соколовская находимся. АОС СГПО. Вот это у нас главный ствол. Опускаемся под землю. Какая глубина? Я работаю на отметке 330 метров. Это глубина. Получается у нас нулевая отметка, уровень Балтийского моря 185 метров. И плюсуем 330-й горизонт, ну, 515 метров глубина. Сколько лет уже здесь? Полных 17 лет работаю под землей. Нормально работает, отлично. Теперь работаю как подземный строитель. У меня специальность называется крепильщика. Это крепильщик под нищу камер. Непосредственно строю панели, где берется под землей добыча. Я заметил, что многие люди вашей профессии говорят не добыча, а добыча. С чем это связано? Почему? Это как-то именно рабочий сленг какой-то? Наверное, как удобно. Добыча, добыча. Именно люди в вашей профессии все так говорят? Добыча. Ну, потому что мы так и говорим, наверное, и так оно получается, что к нам привязывается. Коллектив как? Мужской коллектив? Может, всегда мужики рядом, мощные, брутальные? Да, да. Весело бывает иногда? Конечно, как в любой другой профессии, везде, в любой организации, так же здесь под землей, так же коллектив. Мы такие же люди, обычные. Но со сложной работой? Ну, работа, да, сложная и опасная. Мы на территории ССГПО, Соколовский карьер, где все и начиналось. Рядом со мной машиниц-экскаваторщик Валерий Михайлович. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как работа в карьере? Ну, работа отлично. Работается поступление техники идет, поступление новых запчастей. Мы ни в чем не нуждаемся. Как давно работаете? Я устроился в этот карьер в марте 1983 года. Я опустился на добычу. Там впервые увидел двухэтажные желтые экскаваторы ижорского производства ЭКГ-8. Ну, поразила, конечно, чистота, приятность этих экскаваторов. Вся жизнь прошла у меня на комбинате. Валерий Михайлович, вы, по-моему, видно, что вы очень позитивный человек. Мне кажется, вы всему рады. Да, практически да. Жизнь удалась. Потому что мне в жизни очень повезло. Я начинал работу с великими героями Соколовского карьера. Научился красиво работать. Почему сюда стоит идти работать? Почему вам нравится? Если скажу, что больше призвания, я, конечно, немножко совру. Заработок – это основное, конечно. Это немаловажно. Чтобы нормально содержать семью, нужен хороший заработок. Чтобы был хороший заработок, конечно, нужна хорошая профессия. Хорошая профессия – это работа в карьере. Валерий Михайлович, через два года 40 лет, как вы в карьере. Да. Как вы влечать будете? 40 лет. Это же большая дата. Ну, как отмечать? Как обычно, с семьей, с внуками. У меня четверо внуков, у меня две дочери. Я счастливый, богатый человек. Я могу повторять это. Вот побольше вы таких людей, как вы. Если, допустим, в Казахстан ваш был друг или подруга, и исполнялось 30. Что вы ей подарили? Процветание нашему государству. Мне кажется, если ваша подруга была в Казахстане, 30 лет, вы подарили абонемент в спортзал. На кроссфит. На кроссфит. Обязательно. Что бы я подарил? Я бы, наверное, своим ударным трудом сделал подарок. Большого развития. Большое, как говорят, большому кораблю большое плавание. Процветание Казахстана. Если у Казахстана все будет хорошо, а у нас-то у нас. Конечно, конечно. И будет все в государстве. Поздравляю всех с днем независимости Республики Казахстан. Давай так же, только немножко веселее подбит. Давай, раз, два, три. Поздравляю всех с праздником, днем независимости Казахстан. Рудный. Северный город с очень-очень-очень теплыми людьми. Действительно, люди настолько любят свою работу, что хотят, чтобы их дети тоже работали в этой сфере. А за нами памятник первому горняку. Видите, северяне. Без футболки вообще не холодно. Я здесь в трех куртках. Сэнки и Рудный. Мы движемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин